Всем привет! В эфире агентство хороших новостей. В сентябре состоялись традиционные недели моды в четырех фэшн-столицах мира. В Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже и в Милане. Дизайнеры представили свои коллекции весна-лето 2021, как онлайн, так и офлайн. Обожаю кукольные шоу. Это не кукольное, это фэшн-шоу. Да-да, итальянские дизайнеры представили коллекцию нарядов на марионетках. Во-первых, это экономично, так как отшивать наряды в полный рост станут только те модели, на которые поступит предзаказ. Во-вторых, благодаря формату онлайн, кутерье собвели все меры безопасности. Благодаря показам в формате онлайн, мы также смогли акцентировать внимание зрителей на одежде. По задумке, ничто не отвлекает от самого наряда. Ни модель, ни публика в зале. А каковы новые тренды? Их продиктовал минувший карантин, когда салоны красоты были закрыты. Так что теперь в моде так называемая неопрятно отросшая челка. Еще один тренд от голоса карантина – наряды из подушек и одеял в качестве верхней одежды от лакшери брендов. Но этим уже никого не удивишь. Вьетнамские дизайнеры сшили весенне-летние наряды изо льна и пластиковых палок. Коллекция сделана из переработанных материалов, призывая модников заботиться об экологии. С призывом прямо на парижский подиум вышла и зрительница, дефилируя с плакатом «Мы все жертвы моды». Но такие слова звучат спорно, ведь на сегодня эта мода подстраивается под условия мира. Ну а теперь от международных событий в мире моды к межпланетарным открытиям. На Марсе может быть жизнь. Европейские исследователи не первые, кто об этом заявил. Зато они нашли целых семь озер под ледниками на Красной планете. Удивительно, но при марсианской температуре в минус 68 градусов по Цельсию вода в них остается жидкой. По мнению ученых, это верный признак того, что жизнь на Марсе все-таки была. Глеб будет. Ну а теперь обратно на землю и к событиям в мире музыки. Британский музыкант Стинг объявил, что уже приготовил своим фэнам подарок на Рождество. На счету Стинга 17 премий Грэмми, 4 номинации на премию Оскар и даже серебряная медаль за победу в чемпионате Англии по легкой атлетике. А теперь он метит на медаль за количество дуэтов, которые никто никогда не слышал. У меня хранится много песен, записанных с культовыми музыкантами, и я подумал, почему бы не выпустить их в одном альбоме. И недавно я записал для него еще два новых трека, так что на Рождество ждите сюрприз. В альбом войдет и необычный дуэт 69-летнего Стинга с американским рэпером по имени Гаши. Музыканты не виделись вживую, но это не помешало им записать трек «Мама» и снять клип на него, будучи в разных странах. Ну а этот петербургский пианист по имени Руслан Иждавлетов в своей сольной импровизации установил мировой рекорд. 50 часов подряд музыкант беспрерывно играл на фортепиано и побил предыдущий мировой рекорд в 42 часа 44 минуты, который принадлежал, как ни странно, ему же. Вот это музыка! Наверное, весной натренировал свою усидчивость. Невероятно! Это как же устали его пальцы! Да, герои этого сюжета никогда не останавливаются на достигнутом. Этого же хотим пожелать и вам. Ну а мы увидимся совсем скоро. С вами было агентство хороших новостей. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!